Эфир телеканала ТС продолжает программа экстренный вызов. В студии работает Андрей Баев. Здравствуйте. Череда громких процессов по избранию меры пресечения прошла в Новосибирске. Из-за пандемии суды до сих пор работают в особом режиме, в основном без присутствия СМИ. Тем не менее удалось узнать некоторые подробности последних резонансных дел. Директора управления к обстроительству мэрии Новосибирска Константина Головина заподозрили в особо крупном мошенничестве и коррупции. По версии следствия, управленец погрел руки на возведении детских садов. Согласно материалам дела, за объект на улице Спортивной в Ленинском районе он перечислил на счета подконтрольной фирмы 5 миллионов бюджетных рублей. Кроме того, фигурант якобы получил взятку от одного из подрядчиков в виде оплаты авиабилетов до Сочи и обратно. По имеющейся информации, в курортном городе у чиновника есть небольшая квартирка. Однако поездка сорвалась, поскольку по ходатству следователя Головина, который вину категорически отрицает, на два месяца отправили в СИЗО. Изолировали от общества и студента НГТУ Дениса Миллера, который жестоко расправился со своим одногруппником. Трагедия произошла недалеко от одного из корпусов вуза. Агрессор достал из рюкзака кухонный нож и у всех на глазах нанес жертве множественные ранения. 26-летний парень скончался на месте. Знакомые молодых людей говорят, что те раньше были друзьями, а поссорились из-за девушки. Перед нападением фигурант разместил в соцсети весьма путанное сообщение, в котором поделился страшными планами. По некоторым данным, неадекватный студент-психолог временами вел в университете занятия по конфликтологии. Впрочем, в НГТУ информацию о преподавательской работе Дениса Миллера не подтвердили. Хотя отметили, что он мог выступать с докладами на лекциях. В любом случае, о науке ему придется забыть надолго. Под стражей студент, скорее всего, останется как минимум до вынесения приговора. В целом же обвиняемому грозит до 15 лет колонии. У этого персонажа также был шанс надолго распрощаться со свободой. Константину Волобуеву инкриминируют серьезную статью. Покушение на убийство двух лиц, включая малолетнего, из хулиганских побуждений. Это он во дворе дома на Южно-Чемском жилмассиве наехал на молодую маму с коляской. В результате женщина получила перелом колена. Годовалая девочка, к счастью, не пострадала. На допросе Волобуев заявил, что потерпевшая сама бросилась под колеса. И он ни в чем не виноват. Сегодня следователь комитета ходатайствовал о заключении автовладельца под стражу. Однако, изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что обвиняемый не намерен скрываться и давить на свидетелей. Так что его освободили в зале заседаний. А сейчас давайте вернемся к коррупционному скандалу, в центре которого оказался чиновник мэрии Константин Головин. Сегодня история получила продолжение. Фигурантом уголовного дела стал еще и предприниматель. Речь идет об эпизоде, связанном со строительством здания детского сада по улице 9 ноября, это в Октябрьском районе Новосибирска. Под подозрение попал 57-летний директор компании-подрядчика, которому вменяют дачу взятки. По версии следствия, бизнесмен откупился от чиновника теми самыми билетами бизнес-класса до Сочи. А взамен Константин Головин закрыл глаза на нарушение при приемке фактически недостроенного здания. Преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области. Подозреваемый по уголовному делу задержан. В ближайшее время по ходатайству следователя Центральным районным судом города Новосибирска будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем произведены необходимые следственные действия с участием подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается. Ленинский районный суд отправил за решетку криминальный квартир, занимавшийся легализацией трудовых мигрантов. За солидное вознаграждение аферисты делали приезжим любые разрешительные документы. Причем официальное получение таких бумаг обошлось бы мигрантам на порядок дешевле. Поэтому не исключено, что услуга пользовалась спросом у злоумышленников, которым не нужно светиться на территории нашей страны. Это оперативное видео мы показываем впервые. Потенциальный клиент встречается с человеком, который пообещал ему сделать разрешение на въезд и патент на работу. Услуга, конечно, не из дешевых, около 10 тысяч рублей, но качество гарантировано. Якобы при проверке никто не заметит подвох. Это уже вторая встреча, финальная. Мигранта снабдили всеми необходимыми бумагами в самый короткий срок. Как установили оперативники ФСБ, в преступную группу входили несколько человек. Один иностранец и трое его подельников из России. Роли каждого были распределены четко. Помимо стандартного набора разрешительных документов, изготовляли даже поддельные чеки об оплате НДФЛ. Теперь по решению Ленинского районного суда злоумышленники проведут в колониях общего режима от двух до неполных трех лет. А в Коченевском районном суде Новосибирской области приговорили наркокурьера, который исколесил с запрещенным товаром пол России. Гражданин Украины отметился в разных городах Приволжского, Дальневосточного и Сибирского округов. В последнем его и задержали силовики регионального управления ФСБ. В итоге драгдилера признали членом преступного сообщества и осудили за попытку сбыта особо крупной партии психотропных веществ Альфа-ПВП. Конечным пунктом его турне, как минимум на ближайшие 8,5 лет, станет колония строгого режима. Накануне поздно вечером в Бердске на улице Микрорайон загорелась квартира в жилой высотке. После вызова пожарные прибыли буквально через 4 минуты. Пламя уже вырывалось из окна 9 этажа. Тушили его при помощи автолестницы. Хозяин квартиры, 80-летний мужчина, успел выбраться на улицу самостоятельно. Медики на всякий случай госпитализировали пенсионера, чтобы понаблюдать за его состоянием здоровья. И последнее. Они возвращаются из одной командировки только для того, чтобы сразу уехать в другую. Они могут идти по следу преступника и вычислить его среди толпы. Эти люди следят за порядком на железной дороге, на водных объектах и даже в небе. Сотрудники транспортной полиции сегодня отмечают 102-ю годовщину со дня основания службы. Наш журналист Анна Скок познакомилась с тонкостями работы некоторых подразделений ведомства. Транспортные полицейские шутят. Работать им немного сложнее, чем коллегам с земли. Место преступления может попросту внезапно уехать. У сотрудников линейного отдела на станции Новосибирск работы хватает. В зоне их ответственности 23 станции, 18 вокзалов и почти 300 километров путей. А еще гастролеры со всей страны и ближнего зарубежья, нетрезвые дебоширы в вагонах и вечно спешащие пассажиры. Телефон не оставляем, очистили случай граждан. Начальник отдела Иван Зюков все особенности службы знает в совершенстве. 18 лет назад младшему оперуполномоченным он пришел работать именно сюда, на вокзал. Вот непосредственный кабинет, в котором я начинал свою трудовую деятельность. Бумажной работой занимались старший оперупор, а младший операя. Как правило, мы на территории находились оперативно обслуживания, мы в вокзале. За неполные 20 лет на глазах майора Зюкова многое поменялось. Вчерашние милиционеры надели темно-синюю полицейскую форму. На вокзалах и перроне едва ли не на каждом углу появились камеры наблюдения. А в кошельках пассажиров вместо мелочи теперь лежат банковские карты. Вот только сами люди совершают все те же ошибки. Потерпевшие-то не изменились. Это вот те граждане, зачастую, которые из-за своей не внимательности, скажем, в дальнейшем и страдают. То есть это вот отставленные без внимания вещи различные. Это что раньше было, что и сейчас. Потерпевшим может быть простой человек, да, а преступник может быть с высшими образованиями и пытается, скажем так, простотой того человека воспользоваться. Самое частое преступление на железной дороге – кража. Воруют и вещи пассажиров, и товар из вагонов грузовых поездов. Но хватает и других нарушений. Например, год назад сыщики этого отдела установили своеобразный рекорд. Поймали курьера с приличным весом синтетики. Причем парни взяли прямо во время сооружения тайника. Рис круглозерный. В данной коробке внутри находится вещество. Посмотрите. Сыщики обыскали съемное жилище задержанного и нашли еще 14 килограммов наркотиков. Предполагаемый избытчик теперь рискует получить лет 15 в колонии. А оперативник, который его поймал, уже награжден медалью за отличие в службе. И это был далеко не единственный успех полицейских. Накануне линейный отдел на станции Новосибирск признали лучшим во всем в Сибирском федеральном округе. А насколько Алексей Зубила – экстренный вызов. И на этом у нас пока все. Телефон редакции экстренного вызова 310-2005. Он доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мы покажем его в эфире. В студии работал Андрей Баев. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok